Дорогие друзья, мы продолжаем наши недельные уроки Торы по сихот, беседа в Любавишеском Рэбе, недельная глава ЭКФ, и беседа называется «Получить по праву, а не из милости». Бывает, что друзья заключают между собой союз и клянутся друг другу в верность. Цель этого союза или клятвы – увековечить их дружеские чувства. Человек, заключающий союз со своим другом или клянущийся ему в верности, берет на себя обязательства поддерживать с ним связь, несмотря ни на что. В начале нашей главы Тора говорит, если выслушав эти законы, вы станете хранить и исполнять их, то Господь, Бог ваш, будет хранить союз с вами и являть милость, как Он и поклялся вашим праотцам. Возникает вопрос. Если награда дается за соблюдение Торы и ее заповедей, то выходит, что еврей, исполняющий Тору и заповеди, получает награду за свою собственную работу, а не за союза и клятвы праотца. А если награда дается и за союза и клятвы, то, казалось бы, Всевышний должен дать ее в любом случае без условия соблюдения Торы. Объяснение таково. На самом деле награда дается в заслугу союза и клятвы, но чтобы получить эту высочайшую награду, необходимо предварить ее работой, если вы станете хранить и исполнять их, говорит Всевышний. И желает, он не желает, чтобы благо, которое он дает своим творением, было в форме хлеба милостыни, которое также называют хлебом стыда, чтобы человек удостоился настоящего совершенного блага. Всевышний постановил, что даже то, что дается, как подарок свыше, должно быть предварительно и предварено усилиями человека, и тогда в результате он получает бесконечно больше, чем ему положено в соответствии со своим служением и деянием. Как же удостаиваются этого возвышенного, невероятного блага? Говорит Тора, если выслушав эти законы, слово «экеф» имеет на иврите два значения. Первое «если», второе «пятка». Есть два объяснения, связанные со вторым значением слова. Итак, А. Что это легкие законы, заповеди, которые человек топчет своими пятками, то есть заповеди, которые кажутся настолько незначительными, что человек вообще не уделяет внимания их правильному исполнению и исполняет небрежно или вообще забывает. А. Это исполнение заповедей в конце Галута, во времена «эквата де Машииха», буквально во времена «пят Машииха». Объясняет эти два, или объединяет эти два объяснения то, что речь идет о заповедях, свет которой мы очень-очень-то ощущаем. Человек не чувствует значимости легких заповедей, и во времена «эквата де Машииха» в наше время мы не ощущаем сияния, заложенного в торе заповедях. В такой ситуации человек выполняет заповеди лишь потому, что он принимает на себя бремя. Он принимает на себя бремя небес и полностью подчиняет себя Всевышнему. Не потому, что он хорошо осознает и глубоко ощущает необходимость их исполнения. Однако оказывается, что в таком исполнении заповеди есть большое преимущество. Когда еврей исполняет заповеди, понимая и ощущая их свет, в этом не так уж заметно служение Творцу. Ведь человек делает то, что он желает и сам чувствует, что так следует делать. Однако, еврей, когда он исполняет заповеди, поскольку полностью принимает бремя небес и подчиняет себя Творцу, вплоть до отмены своего «я», здесь видно ясная определенность, что он служит Всевышнему и исполняет его желание, а не свое. Поэтому, исполняя заповеди, именно таким образом, без примеси разума и личных чувств, человек может подняться до самых высочайших уровней, до самого Всевышнего, до самого Всевышнего. И, следовательно, удостоится раскрытия союза и клятвы, которой Всевышний поклялся нашим праотцам. В этом и есть достоинство исполнения Торы и заповедей в наши времена. Когда мы не особенно видим и чувствуем раскрытие Творца, когда именно в такое время мы принимаем на себя бремя Торы, мы можем достичь величайшего духовного уровня. Итак, в наше время связь со Всевышним не настолько явная, и поэтому, исполняя даже самые легкие, самые кажущиеся нам простыми заповеди, мы тем самым исполняем волю Всевышнего и приближаем момент прихода Машейха. Замечательная неделя и успехов во всем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!